Многие меня спрашивают о том, что расскажите про себя, расскажите про свою жизнь, расскажите, как вы жили, где и так далее, и так далее. Часто меня спрашивают. Дорогие мои, вот это моя села, где я родился. Мой дом вон там последний, он 442 дом. Я родился 10 ребенок в этом селе. Мой отец умер, когда мне было годик. После перестройки мы потеряли все. Я бросил все три вуза и начал работать. То фрукты продавал, то овощи продавал. Я иногда продавал молока возле дома. Самая тяжелая моя судьба это проходила в Москве. Я это, честно сказать, делал от злости к этим милиционерам, потому что все то, что я зарабатывал, когда был грузчиком, они постоянно забирали у меня. Река течет, потому что это ее природа. Река течет и дает жизнь тому, кто берет. Кто берет, река дает ему жизнь. А кто не берет, река не обижается, продолжает течь. Здравствуй, дорогие наши друзья, дорогие наши зрители, дорогие наши читатели. Я решил записать про себя такой ролик, чтобы вы очень хорошо поняли, а кто такой на самом деле Довлатов. Многие меня спрашивают о том, что расскажите про себя, расскажите про свою жизнь, расскажите, как вы жили, где и так далее, и так далее. Часто меня спрашивают. Дорогие мои, вот это моя села, где я родился. Посмотрите на это село. Вон там, где вон в самом конце, вот мой дом, на самом верху. Вот это мой дом, двухэтажный, вон там наверху, отсюда видно его. Это мое село. Это село прямо как ладони. У него пять ушелий. Смотрите, вот каждый, вот это дара, когда каждый ушелий. И в каждом из них, это как ладони. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. И на каждом ущелье есть святые люди похоронены. Это просветленные люди, которые в свое время служили Богу, и всю свою жизнь посвятили служением Бога. И они похоронены в каждом этих направлениях. Если когда-нибудь вы будете, это село называется Дарг. Это Таджикистан, это район Айни. Вот, посмотрите, какие красивые горы, ушели и так далее. Что-то, может быть, вам видно. Вот, а здесь, это знак вечный огонь. Конечно, просто это сейчас уже значилось чуть-чуть. С этого села больше 300 человек ходили в гражданскую войну. С этого села больше 300 человек, по-моему, не вернулись с Второй мировой войны. И больше 60 или 70 героев вернулись, которые с кучей орденами и так далее. Хотя, совсем такая маленькая села. Мой дом, вон там, последний, он 442-й дом. Получается, что в этой селе, если вы внимательно посмотрите, максимум, значит, 500 семей живут. Если еще 50, конечно, кое-какие эти уберете, больницы туда-сюда, в школе, меньше 500, 420, вот так. Вот, кто Давлатов на самом деле? Я родился 10 ребенок в этой селе. Мой отец умер, когда мне было годик. Он авария попал умер в перевале между Душамбе и Анзобе, такой перевал. И он авария попал умер. Я 10 ребенок, мне было годик. Мама воспитала и выросла меня сама одна. И за эти годы, когда мне было 8 лет, мы, мусульмане, нам говорят, что надо служить, если твои родители ушли, надо всегда каранчатать, служить и так далее. Вот, вон там кладбищ, вон там, где наверху, видите, за села, где в том долине, это кладбищ. И мама постоянно мне говорила, что ты должен ходить туда, на могиле отца, постоянно молиться. А я и так и делал. Мне было 8 лет, когда мама отдала наставнику. Мой наставник был Шамсудин, мой первый наставник. И он начал мне обучать Коран, начал обучать шариату и так далее. С 12 лет я практикующий мусульманин. Пятикратный намаз читаю я с 12 лет. Я изучал почти религию очень глубоко, очень много. Я не изучался в медресе, но я изучал перед наставником достаточно. С 12 лет получается. До сегодняшнего дня мне 42 года. И вот, по окончании это все, я поехал в вуз, не мог учиться. В 95-х годах была гражданская война. После перестройки мы потеряли все. Помните, что деньги поменялись, все потерялись. И так далее. Не только мы, и все люди с этим столкнулись, со всего бывшего СССР. В 95-м году учиться в Душанбе я не мог учиться. Я бросил три вуза. Я стал студентом политехнического вуза. Инженер-строитель, но не мог учиться. Потом в Худжанде, ХГУ стал университетом. Университетом у них студентом в юридической факультете. Тоже не мог учиться. Музыкальная академия стал студентом. Потом я понял, что это 26-й год. Я понял, что маловато быть хорошим человеком, и маловато быть умным человеком, если ты не можешь этот талант использовать в своей жизни. Я это очень хорошо понял. Я бросил все три вуза и начал работать. Купли-продажами занимался. То фрукты продавал, то овощи продавал. Я иногда продавал молока возле дома. По городам же бывает молока берем, сметану берем, говорят, продаю. Я ходил и продавал, чтобы зарабатывать на жизни. То шкури таскал, продавал из районов, собирал с мясников, приводил в городе, продавал. То мясо, то живи барани, коровы, то стройматериали. В общем, то продукты питания, чем только они занимались. Я потом уехал в Москву. Полгода осталось там. Самая тяжелая моя судьба проходила в Москве. Никого не знаешь, языка не знаешь, ни у кого спросить. И не знаешь, что будет завтра. И только надеешься на то, что Всевышний поможет тебе. Больше никакого надежды. Я жил на улице полгода. Иногда ел хлеб с мусоркой. Я один эпизод помню, ярко, никогда не забываемый эпизод в моей жизни. Ночью было холодно. Это было ноябре, очень было холодно. Тот ночью я ночевал в коробке холодильника. Если вы покупаете холодильник или там техника, у них есть кордоновая коробка. И я тот ночью ночевал в этом коробке. Было очень холодно. И я утром, когда попытался поднимать эту коробку, руки были настолько замерзшие, что не двигались. Я до сих пор чувствую, как мои зубы стучат. Это звук, это все. Это хруст снега и запах снега. Я поднимал эту коробку. Надо мной было больше 40 сантиметров снега. Я сильно помолился, сказал, Господи, за что со мной так? Почему? Почему моя жизнь такова? Понимаете, прожив все такие моменты, это все мне помогли, с таким я есть. Но до тех пор, пока я однажды понял, что черным тяжелым трудом я не могу изменить свою судьбу, я это осознал. Это было однажды на скаминке возле Москва-река, когда сильно молился. Я понял, что молитва – это ключ к изменению жизни. Я очень сильно молился, сказал, Господи, во всем твоя воля. Все, что со мной происходит сегодня, в этом есть твоя воля. А твоя воля для меня всегда желанна. Я понимаю, что все то, что со мной происходит, пока мне не дано силы, мне не дано понять, у меня не хватает ум, мудрости понимать это. Но я знаю только одно, что в конце концов, когда-нибудь, когда-нибудь все будет хорошо, потому что ты все контролируешь, ты справлив и милости. И все, что со мной сегодня происходит, это твои милости ко мне. Только дай мне терпение преодолеть это время и неудачи. Дай мне только терпение осознанно пережить эти минуты и не заблуждаться в пути. Я не хочу быть одним из потерявших людей. Дай мне силы прожить эту жизнь, достойную жизнь. Я много раз молился, обращался. И в какой-то момент у меня в голове появилась такая мысль, чем заниматься, что делать и так далее. Понимаете, все в нашей жизни появляется дважды. Сначала как видеть мысль в голове, а потом в реальности. Потом я начал торговать зеленью, потом я начал постепенно зарабатывать и много благотворительности делать. Я зарабатывал и кормил много приезжих. Зарабатывал и кормил приезжих. Благотворительность оказалась это такая мощная ступенька развития самого себя и изменения в свою жизнь. Но я в тот момент не понимаю это делал. Я это, честно сказать, делал от злости к этим милиционерам, потому что все то, что я зарабатывал, когда был грузчиком, они постоянно забирали у меня. И не только у меня, у всех они это делали, и я был один из таких-таких людей. А я думал, чем они заберут то, что я трудился, я работаю. Почему бы меня самому не кормить этих приезжих, которые не могут найти себя? Хотя бы на еду. Каждая книга, которую вы видите, если вы посмотрите эту информацию, информация, которая в книге, они настолько оттачены, подобраны, что спустя 10 тысяч лет, спустя время, они будут актуальны, как и сегодня. То есть, я не писал я не писал от моды или от технологии, я не писал о чем-то другом, я писал о человеке. А человек тысячелетиями нуждается в мудрости и лучшей жизни. Это будет так и дальше. Есть очень много мудрые книги, я написал доступные книги, чтобы они было легко почитать, легко понять, и легко пойти делать. Я помню, когда написал первую книгу, я распечатал его несколько рукопис, десятка людям давал, сказал, почитайте, они почитали. Я спросил, ну как тебе, ты понял, что-то можешь делать? Расскажи мне, пожалуйста, ты можешь пойти это делать? Он говорит, нет, ты знаешь, классно написано, я ничего не понял. Я думал, ух ты, я взял, упростил. Потом я начал переписать, три раза эту книгу упростил. Потом еще опять десятка распечатал, отдал знакомым, я говорю, скажи мне, пожалуйста, ну как ты, ты почитал, ну есть у тебя вдохновение пойти что-то делать? Они посмотрели, почитали, мне сказали, ой, ты знаешь, классно, но спустя три месяца спросили, ты что-то нибудь делал? Он говорит, ну нет. Я думал, ух ты, значит, ему понравилось, но это не заставляет его делать что-то. Поэтому я очень много труд вкладывал в эти книги, чтобы они были полезными, чтобы они были хорошими, чтобы они помогли людям по-настоящему. Ну, в итоге, слава богу, так и получилось, что эти книги по всему миру идут, сейчас в дальний момент приводятся и так далее. Мои книги вышли сейчас в Америке, я и деньги, мне и мани, он вышел в Америке, я написал еще два книга в Америке. Вот в октябре 2020 года у меня в Голливуде должны были состояться презентации моей книги. Я написал книги с Брайан Трейси, правда, одна голова там, там несколько человек в одном общем блоке, это мое. И потом, Джек Кемфельд, Джек Кемфельд тоже писал книги. Если вы Джек Кемфельда не знаете, в фильме Секрет, его можете видеть, или серия книг Куриный бульон, его все знают под этим, он известный имени как серия книг Куриный бульон. Джек Кемфельд, его идея, она давала того, что он его больше 600 миллионов книг продавал. Поэтому мне было интересно, что за человек, как он это сделал. И поэтому я подружился с ними и написал, получается, книгу, которая, вот, с ним, одна голова, эта книга, это с ним, это есть моя книга. Дорогие мои, вот, это то, что касается книги. Мои книги вы в «Звезде» видите. Видите, часть людей восхищаются моими работами, часть людей называют меня, что как будто он просто приписал откуда-то что-то и так далее. Такого тоже есть мнение, люди будут говорить вам такое тоже, или, возможно, вы имеете такое мнение. Нет, дорогие мои, нет, такого нет. Я ничего откуда-то где-то либо не приписал или не изучал, нет. Все есть. Моим потом, трудом сделана работа. Так говорят те люди, которые не читали мои книги. Они просто, что сказать, они просто говорят пустые мнения, просто мнения. Ты досконально изучай книги любого бизнес-тренера, изучай мою. моя методика, она совершенно другая. Мой подход, она совершенно другая. Она индивидуальная система. Если она не была бы такая полезна, в 2007 году я открывал свою школу, 13 лет прошел. Наша школа постепенно по всему миру двигается. По-моему, больше 30 городов есть наше партнерство, франчайзеры и так далее. Даже Испания есть, Австралия есть, Америка есть. И во многих городах есть партнеры, которые хотят работать и так далее, постепенно. Но в основном по территории СНГ я сам выступаю. Ну, слава Богу, потихонечку и за границей тоже уже, как книги пойдут и дальше будут. Да, обязательно я знаю, что однажды Бог даст еще Алло. Я стану один из лучших мировых тренеров. И я это знаю. Почему? Потому что рожден для этого. Я рожден, чтобы быть таким. Потому что эту систему я должен донести до огромного количества людей. Потому что она полезна, она помогает. Миллион 200 тысяч человек посвящали наши семинары тренинга оффлайн, онлайн, и встречи, и благотворительные встречи, и все, все, все и так далее. Понимаете, мы ведем статистику. У нас огромная база. Столько людей не ошибается, правда? Миллионы людей не ошибаются. Вот так. Иногда люди думают, что если Давлатов умный, как будто не ошибается. Нет, ребята. Я делю очень много ошибки. Я делю ошибки больше, чем вы. Но это нормально. Но я понял, что ошибки часто успеха. Это, знаете, похоже на что? Похоже на то, что в каком-то своем ролике об этом даже говорили. Ну, повторю, ничего страшного. Похоже на то, что кузнец, кузнец, когда железа ставит вагон, он оттуда возьмет и бьет, дает ему другую форму. А потом обязательно он ее ставит в холодной воде. Для чего? То есть, он становится сильным и так далее. Стал. Человек тоже сами. Человек, который только просто удача, 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 он ничего не добьется. Поверьте моим словам. При первой трудности он все потеряет. И повторно трудно будет вставать на ногах и так далее. Поэтому, что я хочу вам сказать. Неудачи, потери, ошибки, они являются, это похоже, что кузнец горячее железо ставит в холодную воду. Это похоже на этого. Поэтому, вы закаляетесь, у вас появляется второе дыхание, сила воли, дисциплина, у вас появляется могущественная внутренняя сила. Это очень хорошо. Так что, я делаю очень много ошибок. Хочу, чтобы вы знали. Я делаю очень-очень много ошибок. И делаю, и сейчас делаю. Но только, ошибки делаю нормально, но глупо их повторять. Надо стараться, чтобы их не повторяли. Если вы их повторяете, это уже ненормально. Вот так, дорогие мои. На данный момент 226 человек у меня учатся индивидуально. Кто-то закончил учебу, кто-то из них такой. Основном только владельцы бизнеса. Основном только владельцы бизнеса. Мало средний бизнес. Есть высший средний бизнес тоже. 30 долларов миллионеров я вырастил сам. Но двое из них пришли ко мне, они были уже миллионерами. Но 30 из них через наши знания, через наша система они вышли. Мой цель, Бог даст, иншаллах, 100 долларов миллионеров вырастет. Вот. Я рассказываю вам все, как на самом деле есть, кто я такой, чтобы вы лучше знали и так далее. Кто-то верит в мою систему, а кто-то не верит. Появляются люди, которые питаются через мое имя, поставят где-то в ютубе мою фотографию, или где-то мое имя добавляют, чтобы просто подписчиков себе набирать. Понимаете, я открытки критиками, но я открытки конструктивным критиком. Я признаю свои ошибки, я всегда их справляю и так далее. Я открыт к конструктивным критикам. Когда я встречаю, что такое конструктивная критика? Это когда профессиональный взгляд. Я это принимаю, исправляю свои ошибки, развиваюсь, я это очень ценю. Это очень ценю. Брусли говорит так, Брусли великий, для меня он герой, Брусли. Он говорит, что единственный способ стать сильным, надо драться с сильными. Это означает, что единственный способ стать умнее, надо общаться с умным человеком. Если я встречаю людей, которые умные и у них есть какой-то взгляд, я принимаю этот взгляд. Это конструктивная критика. Я всегда это принимаю по отношению к себе, к моим методикам, к моим книгам и так далее. Но когда встречаю я кусачья критика, кусачья критика это необоснование, ничего конкретного нет. Просто люди, которые просто питаются на вас грязно выливают. Люди, которые просто от зависти, понимаете, это реальная зависть. Они просто придумают что угодно неубедительно, ничего такого серьезного не могут сказать тебе. Сами ничего не добились, просто думают, что почернить тебя, якобы у них получится что-то хорошее. Я таких даже не слушаю, не смотрю и не интересуюсь. жизнь нас так обучал же. Жизнь нас так обучал. Караван идет, собака лает. Это так. И к тому же всем понравиться невозможно, всех не удивишь. Есть такая мудрость. Однажды Ходжи Наструидин проходил вместе со своим сыном. В одном своем книге написал об этом. Со своим сыном идет, у них был осел, и он с сыном вдвоем идут пешком, уздечку держит осла. И все люди смотрят говорят, дураки посмотри, осел пустой, они даже не могут сидеть на осла, кто-то не будет с ним. В соседнем селе, когда они дошли, он сказал, послушай, давай сделаем так. Отец сидел на осел, а сын уздечку держал, и они прошли. И все сказали, какой бессовестный отец. Сам сидя на осле проходит, а сын ребенок мучается, пешком идет на этой жаре. Потом он думал, в следующем селе, он спустился, сын посидел на осле, сам брал уздечку, уздечку и приед пошел. И тут же опять слышат люди говорят, какой бессовестный ребенок. Отец пешком идет, а сын сидит на осле, нет уважения и так далее. Он думал, что ослов были довольными. тогда на следующем селе вдвоем они сидели на осле и проходят села. И тут все люди говорят, какие бессовестны, они убьют этого осла, хоть дайте ему жить, и так далее. Тогда Хожжи нас говорит своему сыну с ног, что бы мы не делали, появятся люди, которые что-то говорят. Ход хорошо, ход нехорошо, ход лучше, ход не устраивать. знаете, поэтому есть люди, которые берут пользу от моих тренингов. Я вам скажу так, что вы ищете в моих тренингах, то и найдете. Но я точно знаю, река течет, вот эта река, не потому, что кто-то умирает от жажда. Река течет, потому, что это его природа. Река течет и дает жизнь тому, кто берет. Кто берет, река дает ему жизнь. А кто не берет, река не обижается, продолжает течь. Я тоже сами. Мы проводим тренинги, семинары, книги, продвигаем мудрости, знания, духовности. А кому надо, то и берет. А кому не надо, он остается своим мнением. И это естественно. Люди пророков игнорировали. Я кто такой? Пророки были избраны Богом. Люди их игнорировали. И им причинили боль. Так что я кто такой? Так что это нормальное явление. Что хочу вам сказать, уважаемые наши читатели, зрители. Не знаю, к какому категорию вы относитесь. Поищите пожалуйста в моих тренингах и моих роликах что-то полезное. Вы его точно найдете. Я постоянно учусь. Мой главный плюс в жизни я ученик. Мне хотя многие наставники говорят. Даже фильм выходит скоро называется наставник. Фильмы снимали всю мою историю. Как я выходил из долгов и так далее. Кстати я чуть не пропустил. Я был в долгах 174 человека еще в четырех банках. И за что бы не брал все только заканчивалось новыми долгами. Поэтому с 2008 года по 2014 год я всегда работал и дал долги. Первые три года замучился. Что бы не делал только новые 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 долги. А с 2011 до 2014 слава Богу дела у меня наладились и я постепенно избавился от всего. Будет специальный ролик где я буду рассказывать как я вышел из долгов. Вы знаете почему я попал в долгах? Это тоже было милости Всевышнего. Это было тоже милости подарок судьбы. Потому что я научился как выбраться из любых сумм долгов и так далее. И с этим я помог огромное количество людям. Вы знаете сколько людей приходят ко мне с долгами кредитами. Знаете массово люди сейчас происходит массовое рабство через кредиты через долги. Как минимум если я не консультировал более 10 людей консультировал которые у них было долги море долгов. Знаете больше миллионов 2 миллион долларов сейчас обратно стали миллионерами. А были люди которые конечно небольшие долги 50 тысяч 100 тысяч 200 тысяч таких очень много. Почти через день иногда каждый день я консультирую несколько людей с долгами и так далее. Вот так дорогие мои что вы ищите то найдете в моих тренингах. Вы есть золотой искатель. Ищите пожалуйста среди все мои слова истину и попробуйте их использовать. Я учусь у природы. Природа великий наставник. Понимаете я учусь у эти деревья. Вы понимаете вот смотрите эти деревья плодоносящие. Посмотрите на это яблоко. Вот видите это яблоко. Посмотрите на это яблоко. Вы знаете что это означает? Это означает что ни одно дерево ни одно дерево ни одно дерево свои плоды не потребляет ни одно дерево свои дела плоды не потребляет ни одна река свою воду сама не пьет да это так солнце сам себе не греет ни один цветок свои ароматы сами используют это означает что человек можно называть того человека который делят больше чем эта природа больше чем это дерево больше чем это река больше чем это цветы то есть мы становимся более счастливыми когда начнем что-то делать и для других тоже кроме себя вот тогда мы просветаем вот тогда мы становимся лучшим с каждым днем дорогие мои вот это кто из давлатов на самом деле про мои бизнесы будут отдельно ролик можете посмотреть хорошо будут со временем попозже мы это делаем увидите про моих учеников будут хорошие ролики тебя буду раскрытие открытие кейсы показывать очень много и оставлю перед собой цель чтобы закрыть рот много таких недовольных ненормальных людей которые сами ничего не делают иногда сидит кого-то критикует это так поэтому я так решил показать кучу кейсов куча примеров и так далее просто не пропускайте ни одного видео и оставить перед собой цель писать 100 полезных роликов и потом у нас будут специально у меня будет программа без следа наставником я там буду сели год показывать каждую неделю хотя бы стараться прямой эфир давать с каким-то один моих учеников которые лично я сам воспитал и вырастил на забудьте рекомендовать своим друзьям знакомым именно тем людям которые иногда критикуют и вам говорят о а кто такой давлатов вот покажите мой это ролик желаем успехов